Бывает так, что человек нашел ценную вещь, но не знает, что ему с ней делать дальше. Соликамцы, а вы как поступите? Я обязательно обращусь к собственнику этих вещей и обязательно передам. Без его взмездно. А если вы его не найдете, этого собственника? Через полицию передам. У нас уже такие инциденты были, прецеденты. Поищу человека, который это потерял и попытаюсь ему вернуть это. Буду искать опорный пункт полиции и сдавать туда эти материалы. А что конкретно вы имеете? Что-нибудь дорогое. Вот нашли денежку, вещь, телефон нашли. Как к себе поступите? Ну, если хозяина в ближайшее время не обнаружится, то я это отдам на благотворительность. Тому, кто нуждается в этом больше, чем я. Себе не оставлю. Так же, как и мы учим наших телезрителей, обязательно все отдайте в бюро находок или в полицию, иначе это уголовная статья. Если я найду дорогую вещь, я отнесу это куда надо и положу в коробочку и продам. Не получу деньги и стану богатой женщиной. Отдам в полицию. Эту вещь трогать как бы нежелательно, потому как есть такие случаи и факты, когда подставщики проводят такие мероприятия с целью потом истребовать какие-то другие суммы, которые есть у тебя. То есть это будет считаться кражей по уголовному кодексу, поэтому эту вещь трогать не стоит. Либо в соцсети, либо, как говорится, в полицию. Я бы наконец-то построил оранжерею в моем саду, в ботаническом, в родном, который уже стал по праву родным за мои-то 15 лет. Если общими усилиями не получается, давайте найдем эти таинственные деньги и потратим их на дело. Даже если вы не знаете человека, который потерял ту самую находку, ваша задача не пользоваться ей и не продавать по истечению полугода с момента обнаружения.